В России 15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов. Памятная дата приурочена к окончанию вывода советских войск из Афганистана в 89-м году. Уже 29-е. Время быстротечно и немало воды утекло за эти годы в реке Амудария, по мосту через которую выводил войска на советскую территорию командующий 40-й армией генерал Борис Громов. Ветераны той войны сегодня живут каждой своей жизнью. Кто-то решил, что больше не свяжет жизнь с военным делом, а кто-то, наоборот, продолжил службу. Так и Александр Федосов уехал служить в Афганистан в 1988 году. Генерал наш, командующий пограничными востами, главный командующий генерал армии матросов, в свое время сказал, что каждый пограничник, офицер, имеется в виду, должен пройти через Афганистан, то есть получить боевой опыт. И, в общем-то, мы даже сами стремились, потому что из ряда обстоятельств получилось так, что я после училища пишал рапорт, но командование посчитало, что выполнять надо было задачи в другом месте. Поэтому выполнял задачи в другом месте. Но вот тут получилось так, что один из командиров частей, который переводился с Дальнего Востока, он мне предложил, поедешь со мной, я говорю, конечно, поеду. И таким вот образом оказался в Тормезе. Молодой пограничник участвовал в боевых действиях в составе мотоманевренной группы. Основная задача бойцов – охранять границу, что, в принципе, мы и должны делать в обычной жизни. Только разница в другом. Там шла война, умирали люди, вспоминает Александр Федосов. – Чувство самосохранения у каждого человека, главное, наверное, научиться преодолевать страх, преодолевать боязнь, чувствовать локоть товарища, зная, что не подведет никогда тебя в любой обстановке. Поэтому и она преодолевалась гораздо проще, чем вот, я не знаю, сравнивать, могу сравнить, допустим, с Чечнёй. Я уже по опыту именно Афганистана, в Чечне, когда тоже мангруппу водил, воспитывал людей именно в том плане, из опыта, который получил в Афганистане. Поэтому, конечно, привыкнуть к этому нельзя. Но самое, наверное, что, как это правильно сказать, слово подобрать, страшное заключается в том, что когда оттуда уходишь, тебя обратно начинает тянуть туда. События нередко принимали драматический оборот. Подразделению было поручено переправить раненого главаря Маджахеда в больницу в Душанбе. На первый взгляд, мирная операция. Сам раненый тоже был готов к транспортировке. Но всё пошло не по плану. Вся беда в том, что у него банда раскололась на два лагеря. Те, кто были согласны, чтобы он уехал, и те, кто не был согласен. И вот когда ты знал, что вроде бы, ну, мирная операция, да, взять его, переправить, взять, отправить, там, сопроводить. Но когда вопрос, мы даже не были готовы, когда вот против нас направили просто оружие, сказали, никуда, или мы вас сейчас тут всех закопаем, или давайте отсюда. И вот это была ситуация, конечно, потому что ты знал, что ты ничего не можешь сделать только потому, что ты не можешь не стрелять. И ты должен выполнить задачу, привести. То есть вариантов не было. Однако такого напряжения не все выдержали. Многие увольнялись и уезжали домой. Я всю жизнь себя готовил к тому, что я военный человек. И туда, куда родина скажет, там и нужно находиться. И как бы всё бросить, уехать, такого не было. Как бы трудно не было, какие бы трудные ситуации не были, не было. Ну, я знаю, что у меня офицеры были такие, которые после того, как буквально сразу же писали рапорта, уходили, увольнялись. С выводом войск из Афганистана война для пограничников не закончилась. Александру Федосову после не раз приходилось возвращаться в эту страну. Далее конфликт в Ташкенте и Чеченская война. Несмотря на то, что пережито за годы боевых действий, Александр Федосов уверен, что это был его долг перед Родиной. И каждый мужчина должен отдать всё ради мирной жизни. Каждый человек должен пройти. Потому что, ну, благо мы сейчас живём хорошо. Даже вот сейчас по телевидению видно, что, ну, нагнетается худо-бедная эта обстановка. И чтобы, я считаю, что каждый мужчина должен быть, уметь владеть оружием, чтобы потом защитить даже свою семью. Как отмечает Александр Федосов, всех боевых товарищей с афганской войны разбросало по разным городам страны. И ежегодно, 15 февраля, он связывается с ними через социальные сети. Потому как такое забыть невозможно. Десять лет с 1979 по 1989 год длилась та война. Более 15 тысяч жизни советских солдат она унесла. Это только безвозвратные потери. А было ещё около 54 тысяч раненых.